Рад вас всех видеть, одна система, один опыт использования. Именно этот принцип лежит в основе создания Windows 10, как мобильной, так и десктопной версии. В своё время майки забросили развитие мобильной системы, сами знаете за кого, и сейчас пытаются наверстать упущенное. А как известно, догонять всегда сложнее. По сути, Windows Phone 8.1 это обособленная система, которая ничего общего, кроме плиток, не имеет с настольной Windows. Да, она хорошо работает как на бюджетных, так и на флагманских смартфонах, имеют неплохой функционал, но этого мало, чтобы догнать конкурентов. Особенно, когда полностью отсутствует внимание со стороны разработчиков. Приложение это именно то, из-за чего покупается смартфон, иначе бы мы все пользовались звонилками, и все были бы счастливы. Приложение это именно тот фронт, по которому Windows Phone проигрывает по всем параметрам. Проблему надо как-то решать, но собственно как? Нет пользователей, нет интереса у разработчиков, нет приложений, соответственно нет пользователей. Вот такой вот замкнутый круг получается. После того, как я обновил свой телефон до Windows 10 Mobile, у меня появилось ощущение, вроде это все тот же старый Windows Phone, однако не покидало чувство новизны чего-то свежего, но вроде все осталось на прежних местах. Все те же самые плитки, правда добавили возможность на системном уровне изменять их прозрачность. Тот же список приложений, немного улучшенный центр уведомлений. На первый взгляд может показаться, что и панель настроек серьезно изменилась, но на самом деле это не так. Меню настроек просто привели в порядок, отсортировали по уму все параметры. Если вы откроете меню настроек на своем ПК, то оно будет абсолютно таким же, как и на телефоне. С появлением 10-й версии винды, Microsoft ввели такое понятие, как универсальные приложения. Всего одно приложение, которое будет работать на всех Windows 10 устройствах. И в зависимости от размера экрана, оно будет просто адаптироваться и менять свой внешний вид. Чтобы этому соответствовать, были переделаны все стандартные приложения Windows 10 Mobile. Мало того, все элементы интерфейса тоже были переделаны. Изменили дизайн, ну и что с того? Приложений-то больше с этого не появится. Тут вступает в силу единый магазин приложений Windows Store. Многие, наверное, с недоумением встретили появление в World of Tank Blitz в магазине приложений. Зачем мне мобильные танки, когда я могу скачать полноценный клиент на свой компьютер? Как говорится, на вкус, на цвет, но мне больше нравятся мобильные. Могу играть где угодно и на чем угодно. На ПК, на телефоне, на планшете. И все это будет с одним единым прогрессом. То есть я покупаю премиум на все устройства, а не только на компьютер, на Xbox и так далее. Я бы с удовольствием поиграл бы в Clash of Clans с компа, когда я, допустим, нахожусь дома и у меня нет под рукой мобильного телефона. Именно десктопная версия Windows 10, на мой взгляд, станет катализатором, то есть даст толчок к развитию магазина приложений. На долю Windows 10 уже сейчас приходится 35% всех пользователей Steam, которые больше, чем уверен, хотя бы раз заходили в магазин и скачивали какое-либо приложение из него. Замкнутый круг потихоньку начинает размыкаться. А в свою же очередь, Microsoft максимально упрощает разработку приложений под свою платформу, выпуская различные утилиты для портирования приложений с других платформ. Пока таких приложений в магазине очень мало, как самый такой яркий пример могу назвать Instagram. Может быть оно работает не так хорошо, как хотелось бы, однако прогресс налицо. Помимо этого, в магазине стал доступен цифровой контент. Подписка Groove Music, это аналог Apple Music и Play Music, которые позволяют за абонентскую плату слушать неограниченное количество треков. Раздел с сериалами появился и с фильмами. И для того, чтобы весь этот контент можно было поглощать, были созданы соответствующие приложения. То есть, покупая приложение музыку и фильмы, их можно будет смотреть абсолютно на любом устройстве, на котором стоит Windows. На планшете, на Xbox, на телефоне, на компьютере. В общем, все, что работает на Windows 10. Microsoft создает систему для телефонов, а не телефон, заточенный под определенную систему. Это значит, что обновления получают все, независимо от производителя смартфонов. Сколько флагманов 13-14 годов работают на новом Android 6.0? Мало, очень мало. А какой производитель смартфонов обновляет мобильную систему до актуальной версии? Их еще меньше, а точнее вообще единицы. Процесс обновлений достаточно медленный, однако ожидание того стоит. Еще одна проблема, которую предстоит решить, это полное отсутствие смартфонов среднеценовой категории. Их вообще нет, ну точнее они были 2 года назад. Огромное количество бюджетных смартфонов. И недавно вышедшая Lumia 650, это та же 550-я, только в профиль. Там стоит 212-й Snapdragon, на одну минуточку, который используется в умных часах. Почему бы мне сделать телефон на новом 600-м Snapdragon, он поддерживает и функцию Continuum, запихнуть туда сканер сетчатки глаза, поместить все это в корпус 830-й Lumia, и назвать этот телефон Lumia 850. Почему бы и нет? Улетать будет, как горячие пирожки. Или же они ждут, когда сторонние производители начнут делать за них смартфоны. Такого не произойдет из-за очень маленького спроса на платформу. Нам же опять остается лишь надеяться и ждать. С вами был Антон, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Всего доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!